Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Маршал Савчук, и я приветствую вас в Академии Fight Nights. Сюда мы приехали специально для разговора со всем вам хорошо известным Али Багаудином. Друзья, это был проход исполнения Али Багаудиного, одного из самых известных российских спортсменов. Приветствую, Али. Скажи, пожалуйста, вольная борьба – это ведь то, с чего ты начинал. Как это все начиналось, как это было? Да, вольной борьбе я начинал с 13 лет. Это было в Республике Дагестан, в Кизлярском районе, село Черняевка. Чисто случайно попал в зал, поборолся с ребятами, они меня растрепали, раскидали. Мне понравился, у меня включился характер. Скажи, вот ты пришел в зал борьбы, и что первое, что ты узнал, что первое, что ты начал делать? Понимаю, что проход в ноги – первое, что я начал. С дистанции, через переднее колено, плечом, когда ныряю, плечом бью жестко в грудь. То есть, я правильно понимаю, что здесь ты не сразу переводишь плацер, а сначала несколько поднимаешь вверх? Сначала поднимаю, да, это мое любимое действие – поднимать, так сказать, на второй этаже, я оттуда уже… И ты уже потом после этого крутишь бок? После этого, да. Ты как-то адаптировал это в ММА? То есть, там дальше идет занятие позицией, ставишь колено сбоку, что ты делаешь? Ну, в ММА нежелательно так вытаскивать вверх, потому что много сил тратится. Это в борьбе, там, три минуты поборешься, а в ММА в чемпионские бои, там, по 25 минут наборется. Поэтому сразу, в ММА сразу стараюсь переводить в партер. Также прохожу заднюю ногу, делаю, как бы, подсечку им и валю вперед. Да, интересно. Скажи, пожалуйста, вот из вольной борьбы, из арсенала вольной борьбы, какие у тебя любимые приемы сейчас, те, которые ты используешь? Мельница я использую. Это вот то, как я полетел? Ну, тогда, я думаю, попрошу на бис, покажи, пожалуйста, как ты его делаешь. Это мой коронный прием, я беру чуть выше локтя, прям подмышку жесткостью зажимаю и отхватываю руку за его плетень. И таким корвецким нырком я выхожу за его тормышку сюда и вытаскиваю его вверх. Вверху раскручиваю, чтобы получилось красиво. Что было после вольной борьбы? Куда, в какой зал ты пришел? После вольной борьбы была классическая борьба. Очень интересный переход. Я был призером России среди молодежи, и у меня неплохо получалось. И что-то из арсенала греко-римской борьбы, что тебе дала классика? Ну, хороший, сильный корпус. Мама мне дает, чтобы меня не могут пройти в корпус, но это очень трудно мне было. Все-таки классика очень сильная и физическая. Там физика другая отличается от вольной борьбы, и техника немножко другая. Что ты используешь из арсенала, который был именно в греко-римской борьбе? Использую броски, я вам придумаю. Вот что-то твое любимое, покажи, что ты делаешь. Вот какие детали, как ты делаешь этот прием, какие особенности? Ну, в основном я применяю эти приемы тогда, когда хожу в клинч с бойцами. И стараюсь, стараюсь уже там, если попадется момент, уже вытаскивать вверх и прям давать обземную, чтобы дыхание сбили. Начинаем мы с обычного борцовского клинча, верно? Отсюда делаю за шаг, за эту сторону, ближнюю ко мне. И прижимаю эту руку к своей груди. На классику и на вольную борьбу я до сих пор хожу, посещаю сборные команды наши. Ну, я думаю, они всегда радуются. Да. Скажи, пожалуйста, как дальше шло твое становление бойца? Что было следующим этапом, следующим шагом? После классической борьбы я уже перешел на боевое самбо. Там, соответственно, ты начал уже заниматься ударной техникой? Ну, я пришел на боевое самбо чисто для себя, чтобы научиться руками делать. Потому что я работал, у меня была семья, я рос без отца. Мне надо было семью кормить, и я просто для себя пришел на боевое самбо. И когда уже увидел, что я тренируюсь с нормальными, перспективными ребятами, которым я уже даю отпор там за какую-то неделю. Через месяц я поехал на чемпионат Дагестана и завоевал там третье место. Это месяц моего занятия боевое самбо. После этого мне тренер сказал, оставайся, тренируйся, у тебя нормально получается. Тренера зовут Макагаджи Абдула. Спасибо ему. И после этого уже ездили уже по чемпионатам. Москвы, Россия выиграл. Стал чемпионом мира по обеим версиям боевого самбо? Стал через год, я уже стал чемпионом России, чемпионом мира по одной из версий. И раз стал самбо России, а позже стал чемпионом? Да. И позже стал чемпионом мира по другой версии, по всероссийской федерации. Есть. Потом уже профессиональный. Вот ты пришел именно в боевой самбо, начал ставить ударную технику. Какие первые комбинации ты начал делать? Как ты вот начал вливаться в мирную ударную технику? У меня хорошо получалось апперкоты. Апперкоты хорошо получались. Ну и сейчас хорошо получается. В ближнем бою я хватал и бил апперкоты. То есть это опять мы ближе к классике. Это ты делаешь именно из клинчера. Там уже боевой самбо, там куртка. Там берешься за куртку и просто бешишься. Мне нравился ближний бой отсюда и прямее уже там натягиваешь на себя. Потому что идет такой противоход. Ты дергаешь на себя и втыкаешь здесь. А ты как-то особенно ставил этот удар или у тебя естественно уже получалось? У меня во время спарринга это получалось. Я уже потом взял на заметку и уже начал усовершенствовать. Дашь нашим зрителям какой-то совет по постановке апперкота? По постановке апперкота я всегда делал так. Если я в этой стороне держал куртку, я бил отсюда апперкот и брал так же на мою любимую мельницу. Отсюда выкручивался я на мельницу. Сейчас, секунду. Вот так бил. Но если это отсюда было, с другой стороны. Я бы в обеи стороны делал мельницу. Я бил отсюда, заходил сюда. Это уже 4 балла. А если он отдал мне, это еще 4 балла. А если нокауте, то можно не заморачиваться. Там уже можно им нокаут отправить. Вот Андрей Бупосовичук, когда мы с ним работали, говорил о важности того, чтобы локоть заводить вот сюда внутрь, не работать отсюда. Вот насколько ты считаешь это верно? Андрей с профессиональной точки зрения смотрит на это все. И он хорошо разбирается в боксе. Поэтому я делаю так, как он говорит. И я когда чуть апперкот свой изменил, делал так, как он говорил, у меня стало намного жестче. Я бил апперкот отсюда. Сейчас я бью отсюда. Логичным венцом для спортсмена, хотя многие считают и боевой, и сам большинственный, все-таки является смешанное единоборство. Став многократным чемпионом мира, ты, насколько я знаю, пришел в смешанное единоборство. И насколько сразу все пришло, насколько пришлось адаптироваться, насколько сложный был переход? Так как в то время, когда я выступал по боевому самополюбителю, это было лет 5-6 назад, когда только начинал, первый чемпионатный мир выиграл, тогда мой вес вообще не ценился, и никто не смотрел на наши весовые категории. Там в основном самый маленький вес был 70 килограмм. Я, веся 59 килограмм, мне приходилось драться в 70 килограмм. Я выигрывал эти бои. У меня было желание просто проверить себя в профессионалах. И 25 лет я провел свой первый профессиональный бой в 70 килограмм, я его выиграл. Потом чуть поменьше, 66 килограмм, я уже выиграл. Потом уже Камил Гаджи у меня начал делать бои уже в 61 килограмм, 60 килограмм, и уже как бы... Вот это все, в итоге вот это все вылилось к тому, что я уже дрался за титул чемпиона мира. Али, расскажи, пожалуйста, вот мы уже когда приходим к смешанным единоборствам, какие вещи здесь становятся твои любимые, на что ты ставишь акцент, что является твоими визитными карточками? Ну, здесь я стараюсь, так как это универсальный спорт, я стараюсь ничего не забывать. У меня 12 тренировок в неделю. Я посещаю вольную борьбу, посещаю классическую борьбу, посещаю грипплинг, посещаю кроссфиты, и бегаю, и ударную технику ставлю, и мультирую тайский бокс. Я ничего не забываю, ничего не обхожу мимо, и отдельно на чем-то я не делаю акцент. В смешанных единоборствах, вот твои любимые связки, что ты посоветовал бы делать, что тебе нравится? В основном я с ударом перехожу в борьбу, но вот самое простое сейчас покажу. Дергаю, бью правый кросс, и не убирая правый кросс, толкаю его назад. Здесь я могу перейти на руку, могу перейти в маунт, поцелу выбивать, контроль колену, тоже добивание. Итак, друзья, сегодня мы были в Академии Fight Nights, брали эксклюзивный датрю у Али Багауддинова, одного из лучших российских спортсменов. Какие-то слова, пожелания для наших зрителей? В первую очередь занимайтесь спортом, приходите в Академию Fight Nights, и здесь у нас и бойцы, и борцы, и все профессиональные тренера. И, конечно же, подписывайтесь на Бладен Свет, будьте сильными! Бладен Свет, будьте сильные! Бладен Свет, будьте сильные! Бладен Свет, будьте сильные! Бладен Свет, будьте сильные! Бладен Свет, будьте сильными! Продолжение следует...